Здравствуйте дорогие друзья! В эфире телеканал Автоплюс и это программа Наши Тесты. Сегодня мы вам расскажем об очень любопытном автомобиле, компактном кроссовере Subaru. Да-да, вот эта вот импреза в пятидверном кузове и с характерным пластиковым обвесом кроссовер, именно как кроссовер его позиционируют создатели. Конечно, кроссовер в нашем понимании машина все-таки другого плана, но это мы оставим на совесть маркетологов Subaru. Если объективно, то эта Subaru Impreza, получившая название XV, осталась хэтчбэком. Причем кузов как таковой не претерпел никаких изменений, зато есть присущие подобным автомобилям пластиковые атрибуты, о которых подробнее буквально через несколько минут. Но пока стоит напомнить вам, что опыт создания такого варианта импрезы у субаровцев уже был. Самая популярная модель марки прошлых поколений почти всегда имела внедорожную модификацию, но называлась она Outback Sport, как и старшая сестра Легаси. Принцип был тот же, увеличенный клиренс и обилие неокрашенного пластика. Так что идея не нова. Тем не менее, на нашем рынке официально такая импреза предлагается впервые. Кроме внушительного пластикового обвеса и увеличенного клиренса, этот автомобиль отличается от обычной версии импрезы вот такими вот массивными рейлингами. А еще сзади появился вот такой вот спойлер. В передней части автомобиля тоже кое-что поменялось. В частности, появился новый бампер на внедорожный мотив и вот такая вот решетка радиатора. Ну и в салоне есть отличительные черты, характерные как раз для этой модификации импрезы. Архитектура салона осталась неизменной. Разница в мелочах. Например, появилась специальная расцветка обивки салона. Вот эта вот коричневая. Кроме этого, появились сиденья от модификации WRX. Эти сиденья обладают неплохой боковой поддержкой, что в очередной раз подчеркивает спортивный стиль этого автомобиля. Ну а теперь мы отправимся на задний ряд сидений и посмотрим, сколько пространства и сколько элементов комфорта есть у задних пассажиров. Пространства, в принципе, достаточно. Достаточно плоская подушка сиденья с низкой посадкой, то есть пол относительно сиденья в этом автомобиле, как и в других, в принципе, импрезах, расположен очень высоко. Подлокотника не предусмотрено, как и кармашка в водительском сиденье. Карман здесь один в пассажирском переднем сиденье. В принципе, для карт этого будет вполне достаточно. В общем, подводя итог, двум пассажирам на заднем ряду этой импрезы будет вполне комфортно. А вот втроем уже будет тесно однозначно. В общем, теперь давайте отправимся в багажник, посмотрим, сколько места для багажа есть в этом автомобиле. Я помню обычную импрезу, и там с багажником были явные проблемы. Посмотрим, что здесь. Абсолютно такой же очень маленький багажник с высоченным полом и маленьким уровнем. Здесь есть вот такая вот полочка классическая, по-японски устроенная. Но места действительно совсем мало. Сюда буквально в месяц пару сумок, несмотря на то, что ширина достаточно приличная. Под полом запасное колесо. Вот такой вот пластиковый органайзер, который можно вытащить. И необходимый комплект инструментов, домкрат и буксировочная петля. Так что такой маленький багажник вряд ли вяжется с имиджем автомобиля для активного образа жизни. Ведь тем людям, которые ездят на природу, нужно возить много вещей с собой. Так что вот эти вот уже упомянутые рейлинги будут не лишние. Будет куда поставить пластиковый бокс. Ну а теперь пора попробовать этот автомобиль в деле. Начнем с легкого бездорожья. Но для начала попробуем разобраться, что у новинки с эргономикой и с качеством сборки материалов. Во-первых, нужно сесть поудобнее. Чтобы отрегулировать сидение, тянем такой рычажок. В принципе, диапазон неплохой, но рослому водителю, возможно, будет не так и много места. Сидение регулируется и по высоте, как, впрочем, и руль. И по вылету, и по высоте. Но вот диапазон у руля не такой большой. С горем пополам удобно сесть можно. Среди потенциальных владельцев этого автомобиля субаровцы видят много женщин. На этот счет есть кое-какие соображения. Во-первых, женщинам нужна хорошая обзорность. С этим проблем у импреза нет. Огромные зеркала, неширокие стойки. Все в порядке. Кроме этого, у нас автомобиль неплохо оснащен. И есть люк, который делает ощущение пространства еще сильнее. И еще одна мелочь, которая должна огорчить прекрасную половину человечества. Отсутствие подсветки в солнцезащитных козырьках. Зеркальце есть, а подсветки нет. Ну все, пора проверить машину в действии. Как она себя будет чувствовать на легком бездорожье. Сейчас мы это проверим. Несмотря на то, что посадка, конечно, выше, чем в обычной импрезе, все равно ощущение, как в легковом автомобиле. И понимание того, что внедорожные возможности у этой машины явно не легковые, приходит на таких вот неровностях. Конечно, в грязь лучше не лезть. Но если погода сухая, то дорога импрезе XV по большому счету не нужна. Для этого автомобиля предлагается два типа трансмиссии. Четырехступенчатый автомат, как в нашем случае, и пятиступенчатая механика. Если машина оснащена последней, то система полного привода дополнена межосевым дифференциалом, который блокируется виском муфтой. А теперь пора выбираться на твердое покрытие. Асфальт есть стихия импрезы XV. Действительно, работа шасси впечатляет. Несмотря на то, что дорожный просвет увеличен, в поворотах этого почти не чувствуется. Дело в том, что субаровцы тщательно поработали над вопросом управляемости более высокой машины. Вот наглядная таблица, по которой можно увидеть, что поменяли специалисты субару. Во-первых, клиренс увеличен на 30 мм. Жесткость передних и задних пружин тоже увеличена. Спереди на 32%, сзади на 16%. Диаметр стабилизатора поперечной устойчивости и диаметр заднего стабилизатора тоже увеличены на 1 мм каждый. С тормозами тоже никаких проблем. Усилие на педаль практически идеальное. А мощность самой тормозной системы под стать подвесом. Водитель нестрахует систему стабилизации VDC, которая не допускает пробуксовку колес и пресекает скольжение. Однако вмешивается она достаточно глубоко, особенно учитывая способности этой импрезы в поворотах. Так что такая ходовая часть так и просит под капот более мощный мотор. Но XV машина не сугубо спортивная, поэтому в Subaru решили не использовать оппозитник объемом 2,5 литра. Остановились на 2-литровом агрегате мощностью 150 лошадиных сил. Этот оппозитный двигатель единственный мотор для импрезы XV. Ну а в пару к нему, как уже говорилось, можно поставить либо автомат, либо механику. Вот характеристики этого мотора. Объем 1994 кубических сантиметра. Максимальная мощность 150 лошадиных сил при 6400 оборотах в минуту. А максимальный крутящий момент 196 ньютон на метр при 3200 оборотах в минуту. В городском цикле этот автомобиль потребляет чуть больше 11 литров на 100 километров. За городом 6,9 литра, а в смешанном цикле 8,4 литра. Но это заявленный расход топлива. На деле он оказался выше 11-12 литров на 100 километров. В общем, автомобиль у субаровцев получился неоднозначным. Здесь великолепная управляемость соседствует с очень низким уровнем практичности, а жесткий и дешевый пластик с неплохим внедорожным потенциалом. Кстати, мы еще не затронули тему цены. Цена у этого автомобиля, как и у других машин марки Subaru, сразу скажем, немаленькая. Итак, базовую импрезу XV с механикой продают за миллион рублей. А если быть точным, то на 100 рублей меньше, чем за миллион. Если же оснастить ее автоматической коробкой передач, ксеноном, люком, круиз-контролем и мультимедийными радостями, такими как магнитолу на 6 дисков, 10 динамиков, USB-разъем и возможность синхронизации с телефоном через Bluetooth, то цена уже составит 1 миллион 124 тысячи рублей. Разница, кстати, с базовой комплектацией не так велика, но все равно стоимость может отпугнуть. Миллион рублей или около того – это такая цена, что, глядя на автомобильный рынок, глаза разбегаются. В категорию конкурентов сразу же попадают все компактные кроссовки. Но есть и более близкие импрези по своей сути автомобиля. Вернее, на нашем рынке такой автомобиль остался один – Шкода Октавия Скаут. Тоже немалый дорожный просвет, тоже изначально легковой автомобиль и, опять же, цена в районе миллиона. За Октавию говорят внутренние размеры и уровень комфорта, а также опционного оснащения. Октавия Скаут уже в стандартной комплектации представляет собой весьма укомплектованную обычную Октавию. Мотор для Скаута, как и у Импреза, предлагается всего один – 152-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,8 литра. В пару к нему шкодовцы предлагают механическую коробку передач. Есть еще и двухлитровый дизель и роботизированная коробка передач DSG. С бензиновым мотором этот полноприводный универсал стоит 989 тысяч рублей, а с мотором на тяжелом топливе и роботом на 100 тысяч дороже. Но Импрезе XV придется конкурировать не только с этим чешским универсалом. Наш рынок изобилует кроссоверами всех мастей. Совсем недавно в России дебютировал новый Kia Sportage. Этот корейский паркетник с выразительным европейским дизайном предлагается у нас как с передним, так и с полным приводом. Со всеми ведущими колесами и 150-сильным бензиновым двигателем цена составляет 1 миллион 19 тысяч, тоже на уровне Импрезе XV. Как и у Шкоды, в активе нового Sportage есть дизельный мотор. Ну и не стоит забывать про бестселлер в классе компактных кроссоверов Nissan Qashqai. Он тоже практичней Subaru и тоже не так спортивен, как герой нашего теста. Самый простенький Qashqai с полным приводом, двухлитровым мотором и механикой обойдется российскому покупателю в 953 тысячи рублей. Если говорить о более продвинутых комплектациях с вариатором, то минимальная цена составит 993 тысячи рублей. Но если возвращаться к легковым автомобилям в пластиковом обвесе, то не стоит забывать про Audi. Таких автомобилей у производителя из Ингольштата два. А6 Allroad и А4 Allroad. Последнюю с натяжкой можно записать в конкуренты Импрезе. Конечно, это другой класс, другие деньги, но смысл тот же. Самый доступный универсал А4 Allroad стоит в России чуть больше полутора миллионов рублей. Под капотом этой полноприводной машины в таком случае будет двухлитровый турбированный двигатель с непосредственным впрыском, который выдает 211 лошадиных сил. Вряд ли у кого-то встанет вопрос между Импрезой XV и Audi. Зато вполне возможно, японские новинки многие предпочтут. Сузуки СК-4 или Фиат Седичи. Этот компактный паркетник заметно дешевле Subaru. Цена на полноприводный вариант 831 тысяча рублей. Есть еще и дополнительное оборудование, включая кожаный салон за 55 тысяч. Не стоит забывать и про старшего брата, героя нашего сегодняшнего теста, Subaru Legacy Outback. В базе этот универсал стоит 1 миллион 363 тысячи. Под капотом такой машины бензиновый двигатель объемом 2,5 литра. Так что конкурентов, по большому счету, у этой машины хоть отбавляй. Таким образом, субаровцы малой кровью пополнили свой модельный ряд компактным кроссовером. Кроме всего прочего, Subaru Impreza XV полностью заменит в модельном ряду обычные модификации Impreza. Их попросту больше не будут предлагать на нашем рынке. Это рискованный шаг. Но раз так, значит субаровцы верят в потенциал своей новинки. Продолжение следует... Продолжение следует...